Слово Мы дошли до 21 стиха с вами Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам Не знаю, как в России, а в Америке очень распространена очень популярна молитва, в которой мы молимся за другого человека, чтобы тот возрастал в благодати, в милости и в познании Господа Иисуса Христа Величайшее, чему может научить нас Иисус, это показать самого себя, открыть самого себя Величайшее, что вы можете сделать для других людей, это наставить их о Христе, показать им Христа Но чтобы научить о Христе, чтобы сказать о Христе, нужно самим учиться у Христа И как лучше всего узнать Христа через общение с Ним, через время, проведенное с Ним, через то, чему Он сам нас учит Через то, чему Он сам нам показывает Но в общении с людьми происходит вот такая вещь Даже если мы очень любим, очень ценим этого человека, даже если это близкий, дорогой для нас человек, наша супруга, наши дети Все равно, в общении с этим человеком, чем больше мы с ним общаемся, тем больше будет случаться так, что он нас разочаровывает Конечно, не во всем он нас разочарует, даже в главном, я надеюсь, он нас не разочарует, но в чем-то мы уж точно разочаруемся Так оно свойственно нам, людям Понимаете, человек может быть замечательным, привлекательным Красивым, прекрасным И все-таки рано или поздно от него устаешь Рано или поздно хочется как-то немножко отдохнуть Рано или поздно хочется уединения Ну, как в песне у Высоцкого «Придешь домой, там ты сидишь» Вот по этой самой причине иногда любить, даже любящей матери нужно отправить детишек к бабушке Даже самому любящему мужу, который очень любит свою мужскую жену, иногда нужно время просто в мужской компании Или время уединения, время одиночества Со Христом не так Познать Христа, значит, желать общения с Ним Быть со Христом, значит, желать проводить с Ним еще больше времени И я говорю сейчас не про чувство религиозного долга Потому что мы устаем от того, что мы с религиозной точки зрения чего-то кому-то должны Я не говорю сейчас о слушании проповеди, ведь от слушания проповеди мы тоже устаем Даже не о молитве я говорю, потому что от молитвы мы тоже иногда устаем Я сейчас говорю о Христе, об общении со Христом О тех моментах, когда Христос еще больше нам себя открывает Еще больше нам себя в чем-то показывает Вот от таких моментов мы никогда не устаем Наша душа алчит общение со Христом Наше сердце радуется в общении со Христом Конечно же, я имею в виду проявление нашей новой природы Потому что ветхая природа к Христу не притягивается И человек, решивший ходить по плоти, не хочет Христа Об этом мы еще поговорим позже Помните, был там еще один Иуда, не тот, который Искариот Вот этот другой Иуда в этот момент задает вопрос Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Или, Господи, как ты покажешь себя нам так, как не показываешь миру? Вот Иисус открывает ему глубины духовного богословия А ученики задают совершенно практически конкретные вопросы Иисус, Господи, Господи моих ног ты не омоешь Покажи нам Отца и достаточно с нас, довольны с нас Это Филипп говорил, помните? Фома говорит, не знаем мы, куда ты идешь Не знаем мы, о чем ты говоришь И Иуда, который не Искариот, говорит, ну чем наши переживания, чем наш духовный опыт будет отличаться от духовного опыта всех остальных людей? В ответ на это Иисус только повторяет уже сказанное Хотя теперь Он говорит в первом лице множественного числа Кто любит Меня, или те, кто любят Меня, те соблюдают Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, или их И мы придем к Нему, вот вам первое лицо множественного числа Мы придем к Нему Вот это взаимное обитание, взаимообитание касается нескольких духовных реальностей Второй и третьей стихи, четырнадцатой главы, говорят о том, что будет в будущем Я приготовлю вам место в Небесном Доме, я приготовлю вам обители, вы тогда придете ко Мне Это будет когда-то в будущем Двадцатый третий стих говорит о том, что здесь и сейчас Мы придем к Нему и будем жить с Ним, будем обитать в Нем, будем обитать с Ним Иуда не Искариот спрашивал, а как это отличается от духовного переживания всего мира? Двадцатый стих, не любящий Меня, не соблюдает Слов Моих Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца Иными словами, отрицая то, что говорю я, вы отрицаете и Слово Божие Двадцать пятый стих, сие сказал я вам, находясь с вами И дальше Иисус говорит о том, как необходим Святой Дух во всяком учении Фактически, Иисус говорит следующее Если Дух Святой не придет и не научит вас, то все Мое учение бессмысленно Если Дух Святой вам не поможет, то и применить всего, о чем мы говорили, вы сами не сможете Более того, если Дух Святой вам не поможет, то вы даже не запомните всего того, о чем я вас учу Кстати говоря, как поможет нам Святой Дух запомнить все, чему учит Иисус? Скажите, пожалуйста Говорите самые практические вещи, не надо уходить в глубины Как Святой Дух помогает запомнить слова Иисуса? Да, совершенно верно, через Писание, потому что Святой Дух вел апостола, чтобы все это записать По-английски есть такое выражение Самый тупой карандаш лучше самой острой памяти Вот есть ли по-русски что-то, какой-то эквивалент Я думаю, что, конечно, здесь смысл больше, здесь смысл более глубок Я думаю, что Святой Дух напоминает нам также, приводит нам на ум истины Христа Особенно, когда у нас есть искушение согрешить Дьявол в любой момент готов прийти и искусить нас Но точно так же Святой Дух в любой момент готов напомнить нам все то, что поможет нам противостоять искушению Нам ведь нет никакой пользы от богословских истин, пока мы не научимся эти истины узнавать Пока мы не научимся эти истины понимать И пока мы не научимся эти истины применять Яков напоминает нам о том, что и дьяволы знают, и бесы знают, кто такой Бог Знают и трепещут Им это знание не помогает, спасение они так и не получают На примере Иуды и Искариота мы убедились, что получить особое место без благодати, все равно что ничего не получить Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com В 27 стихе Иисус дает то, чего Он ожидает, чего Он требует от людей, от учеников в начале главы То есть в начале главы Он говорит, да не смущается сердце ваше Таким образом Он как бы им говорит, имейте мир, ребята, не смущается ваше сердце, живите в мире И вот в 27 стихе Он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам Я не знаю, если это works в русском, но в employed его словно В английском языке он говорит, что он говорит, что интернет, есть в русском В английском языке есть такое выражение, которое построено на игре слов. На словах «но» — «нет» и «но» — «знать» — «нет Христа» — «нет мира» — «знать Христа» — «познать мир», то есть иметь мир, настоящий мир. И вот, чтобы доказать эту связь с первым стихом, Иисус повторяет заповедь. В первом стихе он говорит «да не смущается сердце ваше», в 27 стихе он обещает мир, а завершает его опять словами «да не смущается сердце ваше» и «да не устрашается». Но самим по себе нам этот мир не обрести. Мир может дать только он. Обращая ваше внимание, он говорит «мир мой даю вам не так, как мир дает». На самом деле мир, покой — бывает двух видов. Один — это мир объективный, который существует независимо от нашего ощущения. Такой объективно реальный мир описан в послании к римлянам, пятая глава, первый стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем этот мир независимо от нашего ощущения. В послании филиппийцам, 4 глава, 7 стих, Павел говорит о мире Божьем, который превосходит всякое разумение. Есть и субъективный мир, это мир, который мы ощущаем. Так вот, в Евангелии от Иоанна, 14 глава, Иисус говорит об субъективном мире, о наших ощущениях. Чувства, ощущения — штука обманчивая. Бывает так, что их подделывают. И именно поэтому Иисус предупреждает, нет, я не о таком мире говорю, который исходит от мира. Мир, окружающий нас, может тоже предложить нам свой мир, свой покой. Ну, например, если в банке у вас много денег, если у вас большой вклад, вы обеспечены. Вот эта обеспеченность означает некий мирской мир. А у вас хорошие друзья, сильные связи, у вас хорошая работа, у вас есть лапы наверху, ну тогда, значит, всё, мир мирской у вас уже есть. В мире у вас есть человек, который вас любит или которого вы любите, неважно, достойная это любовь или нет, неважно, должна это любовь или нет, но с мирской точки зрения у вас есть некая уверенность, у вас есть некий мирской мир. Это такой мир испытывал богатый безумец, который, помните, в Новом Завете хотел построить ещё хранилище, запасаться ещё и ещё и ещё. Ему было сказано, глупец, сегодня же ночью ты умрёшь. Именно такой мир, мирской мир, испытывал Иона, когда среди бури он спал на корабле, в трюме корабля. Иона, как же ты, что ж ты спишь? Да потому что у него это ложный мир, мир незнания. Иисус говорит, нет, я вам не такой мир даю. Я вам даю совершенно другой мир. Конечно же, нам нужно молиться о том наследии, которое Христос даровал нам своей смертью. Мой отец был весьма успешным бизнесменом. Верующим человеком он при этом не был. Однажды, когда мне ещё и не было, и тридцати лет, я встал на колени и в молитве обратился к Господу и говорил, Господи, позволь моему отцу попасть в рай бедняком и сохрани его от того, чтобы оказаться на земле. И оказаться в аду богачом. И я сказал тогда Господу, если необходимо для покаяния моего отца, то забери и моё наследство тоже. Знаете, что произошло? Забрал. Ответил как раз на эту молитву. Отец мой умер в бедности. Но я верю, что у меня есть основания так верить, что он покаялся перед смертью. Я верю, что сейчас он в небесах. В 46-м Псалме так и написано, что Господь даст нам, Господь буквально выберет для нас наследие. Мир – это и есть часть нашего наследия. Пророк Исаия также говорит об этом, нет мира злым, нет мира делающим зло. Я понимаю, что, или допускаю, что, поскольку вы моложе меня, поскольку не живете в англоязычной стране, вы не так много знаете о Битлах. Но, когда я был ещё подростком, Битлз были самыми известными людьми в мире. Все люди моего возраста могли на память прочитать или спеть все битловские песни. Понятно, что Битлы были людьми очень богатыми. Одна из последних песен, которые они записали, прежде чем ансамбль распался, были такие слова. Я отдам тебе всё, что у меня есть, только дай мне мир взамен. Послушайте внимательно. Иисус говорит, мир оставляю вас. Мир мой, не мир мирской. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Я думаю, что вы знаете, что чаще всего в Священном Писании повторяется как раз это повеление «не бойся». Почему так часто эти слова повторяются? Я объясню. Я объясню. Если вы живёте христианскую жизнь одновременно, это будет страшно. Потому что, если жить в послушании Христу, если быть христианином и жить в послушании Христу, то иногда бывает страшно. Я постараюсь сказать это аккуратно и с полным почтением, благочестием, но когда мне Бог говорит «не бойся», я начинаю бояться. Думаю, вот так, вот сейчас будет значит что-то страшное, раз он меня заранее предупреждает «не бойся». Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Возвращаемся к нам!